Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Крым – это наше общее достояние и важнейший фактор стабильности в регионе. И эта стратегическая территория должна находиться под сильным, устойчивым суверенитетом, который, по факту, может быть только российским. Хочу понять, вы предлагаете признать ДНР и ЛНР? Конечно. И дальше? Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Что Россия никогда, нигде, ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу. Раз бровь поднимем, и Украина поймет все. Намерений напасть, в кавычках, на Украину у нас нет и быть не может. Понятно, Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дней. Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю. Мы принято решение о проведении специальной военной операции. 21 числа, в понедельник, получается так. Ну и что касается вашего вопроса о том, планируем ли мы нападать на другие страны, на другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. Вот специальная военная операция идет по плану, и операция идет по плану. Она идет просто по плану, по графику. Не, ну мы просто в какой-то момент Киев планировали взять на 30 дней. Особое внимание уделяется сбережению гражданской инфраструктуры и мирных жителей Украины. Никаких ударов по гражданской инфраструктуре не наносится. Да мы не бомбим мирный объект. Устроение, кстати, меняется после того, когда наносится удар не по военным объектам, а когда страдает гражданский объект. Потерей в вооруженных силах России нет. Россию нельзя победить. Наш президент знает, куда он ведет нашу страну. Россия стала самостоятельной страной в мире. Двадцать страны используют финансовые обвинения. О каком мысляшении речи не идет? На-ду-ли-с. Просто нагло обманули.